Ну а 13 февраля во всем мире будет отмечаться День радио. Он был учрежден в 2012 году Генеральной Ассамблеей ООН. В преддверии праздника мы расскажем о нашем коллеге, звукорежиссере и диджее Борисе Зазули. Именно он готовит короткие новости и музыкальный контент для слушателей Север-ФМ, самого популярного и доступного радио в нашем регионе. Здравствуйте, у микрофона Иван Никонов. Зимник на Ринмар-Усинск открыт для всех видов транспорта. Голоса ведущих новостей на Север-ФМ давно знакомы жителям Ненецкого округа. А вот тех, благодаря кому эти новости выходят в эфир, аудитория знает редко, все лавры достаются ведущим. Мы решили восстановить справедливость. Знакомьтесь, музыкальный редактор, звукорежиссер Борис Зазуля. Моя работа заключается в монтаже радиопродукции, всей аудиопродукции, которая выходит на радио. Музыки, редакция музыки, редакция плейлистов, ну и аудио вся редакция. Каждый прямой эфир за режиссерским пультом Борис контролирует качество звука, принимает звонки и ставит музыку. И это только на первый взгляд кажется, что работа не пыльная. На самом деле здесь необходимо обладать холодным рассудком и четко выполнять все действия. У нас больше информационно-музыкальная направленность радиостанции. Каждый час на нашей радиостанции новости, каждые полчаса программа. Ну, довольно много информации. Борис работает на радио с 2009 года, можно сказать, с самого открытия канала. Сегодня он не представляет своей жизни без музыки. Выпускник школы искусств, участник и победитель вокальных конкурсов различных уровней. Талантливый диджей Борис подбирает контент для аудитории Север-ФМ. Формат нашей радиостанции это Contemporary Heat Radio. То есть и музыка подбирается исключительно из чартов. То есть из действующих чартов музыкальных по стране и по миру в целом. Это англоязычные и русскоязычные песни. То есть из всего этого, что находится в топе, мы собираем плейлист для нашей радиостанции. Всемирный день радио – мировой праздник и отмечается уже в десятый раз. Дата 13 февраля была провозглашена Генеральной конференцией ЮНЕСКО в ноябре 2011 года и одобрена Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций в 2012 году. В этот день, 13 февраля 1946 года, было создано Радио ООН. И наша маленькая теплая радиостанция Север-ФМ в большой мировой радийной семье. Хочу поздравить всех наших коллег, всех радийщиков с этим праздником и пожелать, чтобы они всегда были в эфире. Наш телеканал также поздравляет всё мировое радиосообщество с профессиональным праздником – постоянного саморазвития и совершенствования нескончаемой энергии, бодрости духа и гармонии со слушателями. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».